Я недавно посмотрел фильм «Наша раша. Яйца судьбы». Могу сказать, что более расистского, ксенофобского, нацистского фильма я не видел. Это фильм, который оскорбляет человеческое достоинство людей по национальному признаку, по признаку владения или не владения теленым языком. Я могу усмотреть в этом фильме оскорбление также по религиозному признаку, когда людей, которые являются заведомо мусульманами, потому что эти гости таджики или там, как там, их Шашикистан, кажется, их там... Кстати, паспорта, по-моему, там таджикские показываются, синие паспорта в фильме. Когда их опускают в сортир, зная, что для мусульман это харам и нечистоты, это вот абсолютно такая неприемлемая вещь. Больше меня поражает, что тут ломаются копии по поводу Константина Душенова и его фильма «Россия с ножом в спине», который, ну, радикальный фильм. Но вот откровенно демонстрируется разжигание для миллионов зрителей российской ненависти к людям другой расы, другого языка, другой веры. И все молчат. Молчат религиозные организации, молчат политические партии, молчат, не знаю, там правозащитники. Все это признак тяжелой болезни страны. Не могу себе представить, чтобы в Германии был снят такой фильм про турок. Как турки плохо вот так вот смешно говорят по-немецки и падают, там, не знаю, в сортиры. Чтобы во Франции прошел такой фильм, снятый про арабов. Это невозможно себе представить просто. Для меня характерно также, что этот фильм, он презентуется телеканалом и продюсерской компанией, которые как бы ориентированы на европейские ценности. Так вот, граждане России и СНГ. Смотрите, этот фильм сняли те, кто заталкивает нашу страну в европейские ценности. Нашей стране было всегда присуще уважение русских к таджикам, великой древней нации, которая создала свою уникальную цивилизацию. К таджикам, к узбекам, к киргизам. Со своей стороны, они проявляют свойственное уважение по отношению к русским. Здесь же происходит абсолютно разделение. Хотя русские в этом фильме показаны такими дебилами и уродами. Просто какими-то или жадными, мерзкими олигархами Виктора Марьяновича. Это такое классическое купеческое имя. Либо таким вот кретином, начальником этих таджиков. Вот интересный эксперт Галустян про армян. Готов снять такой же фильм оскорбительный? Я, конечно, против. Но просто участие в таком фильме недостойно ни актёров, которые на самом деле очень талантливые актёры и являются прекрасными комиками. Но надо думать, что ты делаешь и в чём ты снимаешься. Я просто просил бы запретить показ этого фильма и этой передачи, как разжигающую религиозную и этническую ненависть в нашей стране. Я понимаю, что есть силы, которые преследуют задачи свои в связи с этим. Что надо показать, что таджики, мусульмане, может, палестинцы, не знаю, являются такими полуживотными, неговорящими, верящими в какие-то странные артефакты, яйца, какие-то глупые полусущества, не имеющие души. Это мы знаем, подозреваем, откуда идёт это понимание о людях, не имеющих души. О нелюдях, как бы, да. Но это оскорбительно. Я просто возмущён до глубины души. И особенно молчанием. Единая Россия. Разве сохранишь единство России, показывая такой фильм? Справедливая Россия. Разве справедливо по отношению к этим людям, что их представляют в таком виде? Коммунистическая партия Российской Федерации. Разве само слово «коммунизм» не вынуждает вас защищать права трудящихся, права унижаемых, находящихся на ситуации, на положении полурабов, так называемых гастарбайтеров? Вот это для меня показ этого фильма, это свидетельство виртуальности и тщетности всей российской и политической, и социальной системы. Присмотритесь, пожалуйста, к этому. Я обращаюсь ко всем, и выступите в защиту здравого смысла.